Даже ветеринары не всегда борются за жизнь питомцев. Собак усыпляют, считая их лечение нецелесообразным. Попал в такую ситуацию, и пес по кличке Робин. В государственном приюте для животных посчитали нерациональным тратить ресурсы на лечение этой собаки. У Робина была сломана лапа, и собака была маломобильна по понятным причинам. Когда в положенный срок за питомцем так никто и не пришел, Робина стали готовить к усыплению. И вот, пес лежит на столе в кабинете ветеринара. Ветеринар насильно забрал у хозяев бедное животное. Собаку не стригли много лет, но теперь питомец преобразился, но Робин доверял людям. Ожидая эвтаназии, пес все равно тянулся к ветеринару с присущим ему дружелюбием. Но все было готово. До последней инъекции оставалось пять минут. И в самый ответственный момент произошло то, чего не ожидал никто. Собака встала на столе, положила передние лапы человеку на плечи и попросила ласки. И рука ветеринара дрогнула. Мало кто сможет вытерпеть взгляд преданных глаз, стоя со шприцом в руке. Всех присутствующих удивило поведение Робина, как и то, что пес, несмотря на боль, нашел в себе силы подняться. Как оказалось, трогательные сцены творят чудеса. Ветеринар был так растроган, что нашел организацию, которая взялась за лечение этой собаки. Дворняга была похожа на груду камней, когда ее поймали ветеринары. Но теперь вы точно не узнаете эту собаку. Так Робин попал в руки волонтеров службы спасения животных ветренч, где его лапу быстро вправили и зафиксировали. Вскоре пес встал на лапы. Сердце сжимается от понимания того, насколько легко собаку вылечили, в то время как с той же легкостью в другом приюте пса хотели подвергнуть эвтаназии. Но совесть все-таки взяла верх, и теперь пес, кажется, любит жизнь еще больше, чем раньше. Теперь Робин счастлив. Эта добрая собака продолжает дарить жаркие объятия, но уже своей хозяйке. С лапой у него все хорошо, и пес, скорее всего, даже не понял, насколько был близок к смерти. А все благодаря таким потрясающим людям, что работают в ветренч, которые не побоялись взять на себя ответственность за того, кого изначально приручили другие. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok